Грузия-Анлиния, Грузия, Путин назвал грузин оккупантами. Грузия-Анлиния, Грузия. 10 июля 2019 года. Президент России Владимир Путин рассказал свою версию истории Грузии. После саммита по производству и индустриализации глава Кремля встретился с журналистами и ответил на их вопросы. Впрочем, за почти 6,5 минут, отведенных на беседу с представителями СМИ, говорил Путин только и только о Грузии. Президент России, в частности, высказался против введения санкций в отношении Тбилиси и привлечения к уголовной ответственности ведущего телеканала Рустави-2 Георгия Габуния, оскорбившего его в прямом эфире. Вместе с тем, Путин обозначил свою позицию по вопросу территориальной целостности Грузии. И, кроме прочего, обвинил грузин в оккупации Абхазии и Южной Осетии. Смотрите, Осетия вошла в состав Российской империи, дай бог памяти, по-моему, в 1774 году. Вошла целиком, и южная, и северная часть, как самостоятельное государство. Абхазия, в 1810 году, тоже как независимое государство, как княжество, поздне начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было, это была Тифлисская губерния, заявил Путин. Что касается Абхазии, как уверяет глава Кремля, когда после Первой мировой войны разваливалась Российская империя, Грузия при помощи германских войск оккупировала ее, вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и в 1920 году. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Далее президент России озвучила еще одну неизвестную историю и обстоятельства. По его словам, во времена Советского Союза была образована сначала договорная союзная социалистическая республика Абхазия, в которую вошла сегодняшняя Грузия. Это даже не была Грузия, заверил журналистов Путин. Это тяжелое наследие, которое не то что не стал учитывать, а просто проигнорировал один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию и Аджарии, и Абхазии, и так далее. Все это привело к взрыву и братоубийственной войне. Ну и по традиции Владимир Путин обвинил грузинское руководство в начале войны и августа 2008 году. По словам президента России, он в свое время убеждал и Михаила Саакашвили, и американцев ни в коем случае не допускать никаких военных действий. И что сделали? Пошли туда с войной. Результат? Он сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защитить народы Абхазии, и Южной Осетии. Путин в этой связи дал понять, что считает последние события в Грузии следствием действий неких сил, которые не знают истории и раздувают в стране антирусские и антироссийские настроения. В целом, как заверил глава Кремля, он с уважением относится к грузинскому народу и выступает за полноценное восстановление отношений между Москвой и Тбилиси. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.